Тревожная кнопка продолжает утренний эфир ОНТ. В студии Марина Мороза. Здравствуйте. Обзор криминальных новостей и резонансных происшествий последних дней. В Барановичах поезд бил человека. Пенсионер попытался проскочить перед проходящим составом, но не успел. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. Мужчина имел проблемы со слухом. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые способствовали трагедии. Почти 13 тысяч пулей разного калибра изъяли гродненские таможенники у мотоциклиста, который приехал в Беларусь из Литвы. 37-летний гражданин Беларуси в пункте пропуска Бенекони встал на зеленый коридор. Мол, при себе абсолютно ничего запрещенного и обязательное письменное декларирование товаров ему не нужно. Таможенники усомнились и отправили мотоцикл на сканирование. В технологической нише между сидением и приборной панелью байка пряталось больше 100 килограммов пуль разного калибра стоимостью около 50 тысяч рублей. Байкер привлечен к административной ответственности. Оперативный клининг от наркоконтроля. Милиционеры продолжают чистить города от смертельной заразы. Наркодуэт задержат в Полоцке оптовики одному 26 лет, второму 43. Товар забирали в соседней стране, в съемных квартирах фасовали на дозы и минировали наркотиками Витебскую область. В тайниках и по месту жительства обнаружены альфа-ПВП и мифедрон. Роли фигурантов были распределены. Младший оборудовал тайники, а старший вел переписку с куратором. Установлено, что они оба являются потребителями наркотических веществ. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Попадутся закладчики в Гродно. У первого в квартире обнаружат психотроп. Выяснят, в том числе, что накануне он заложил вес в тайнике и для распространителя второго. Задержанным складами в кармане мифедрон около 50. За данное преступление им грозит до 20 лет лишения свободы. Объясняться, а также отвечать по закону придется и вот этому минчанину. Растил у себя дома, калопил, а также была готова к употреблению. В одной из принадлежащих семье квартир мужчина проживал с супругой и несовершеннолетней дочерью. А во второй, на время ремонта, высадил плантацию конопли, собирал незаконный урожай и изготавливал марихуану для личного потребления. Общий вес изъятой марихуаны почти полтора килограмма. Это помимо всех расходников для выращивания и аксессуаров для употребления. Возбуждено уголовное дело. Там же указано, что получить бандероль нельзя из-за недостающей или недостоверной информации об адресе получателя. Гражданину предлагается пройти по ссылке, закрепленной в сообщении, где необходимо ввести адресные данные и оплатить повторную доставку посылки. Получатель переходит по ссылке и попадает на фишинговый сайт, где после ввода личных данных лишается средств на карте. С заявлением о мошенничестве в милицию обратился еще один минчанин. С ним связался якобы сотрудник департамента финансовых расследований и попросил перевести все деньги на карту. После этого я должен был сообщить им номер своей банковской карты, а также код и смс-сообщение. Получив указанные сведения, злоумышленники списали со счета потерпевшего около 7 тысяч рублей. Через некоторое время они написали сообщение с извинениями и сказали обратиться в милицию. Пинские милиционеры предотвратили очередную попытку мошенничества. По горячим следам задержанные курьеры. Пенсионерку разводили по схеме «Алло ДТП». Свободу внучки она выкупила за 21 тысячу рублей. Предложение о криминальном заработке посыльные нашли в интернете. Деньги изъяты и будут возвращены потерпевшей. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С благодарностью к сотрудникам Пинского ОВД за их успешную работу вовремя остановили телефонных мошенников, так как они обманули мою маму и меня. И это все на сегодня. Хорошего дня. Будьте бдительны и берегите себя.